К сожалению, нашему большому, общему сожалению, я надеюсь, Преображенский парк сегодня является зоной аккумуляции асоциальных элементов. В рамках проведения фестиваля «В фестивале хочу в Одессу», в этом году он пройдет у нас пятый раз, мы будем вам более детально рассказывать о программе, очень много проектов, которые попросились к нам прийти. Выставка больших гигантских китайских фонариков прошла в 40 странах мира, и города Украины стояли в очереди для того, чтобы получить этот фестиваль к себе. Мы не приглашали этот фестиваль, этот фестиваль к нам приехал сам. Они были проведены в Киеве, в Печерском парке, и все остальные города теперь хотят этот фестиваль, но организаторы приехали к нам. Для того, чтобы провести этот фестиваль, Печерский парк, кстати сказать, в Киеве был закрыт вообще полностью на постоянной основе. Для того, чтобы провести этот фестиваль, нужно смонтировать очень дорогостоящее и тяжелое оборудование, которое может быть травматично, на большом промежутке плоскостном. Для того, чтобы этот монтаж в первую очередь не был травматичен для посетителей парка, было временное перекрытие на два дня, пока завозили оборудование. Далее, с чего я начала. Этот парк сегодня охранная компания украинско-китайского совместного предприятия фактически очистила от асоциальных элементов, привела его в порядок. Я думаю, что мы этим всем очень довольны, потому что действительно мы хотели бы, чтобы в этом парке совершенно спокойно гуляли родители, с детьми гуляли люди, и чтобы имидж этого парка, который находится в центральной части города, был изменен. Уже с вчерашнего дня, когда основной завоз оборудования был произведен, абсолютно свободный вход для всех, но забор убирать не будут. Потому что, как вы знаете, дело в том, что как только этот парк прошел реконструкцию, практически за неделю вырвали, вынесли, украли все лавки, все урны. И для того, чтобы кто-то не подхватил одну из конструкций и не пошел легонечко с ней к выходу, поэтому этот забор будет. В течение всего дня абсолютно свободный доступ. После девяти вечера вход будет уже на сам фестиваль, потому что это фестиваль светящихся скульптур. И тогда этот вход будет платным, но, как вы сами понимаете, это очень дорогостоящее оборудование, его привезти, смонтировать и так далее. Но очень серьезная социальная нагрузка будет у этих организаторов. Группы социально незащищенные будут проходить туда бесплатно, будут презентации. Организаторы планируют пригласить за день до открытия прессу для того, чтобы могли подснять и увидеть, потому что ожидается очень большой спрос, очень большое количество людей, которые будут приходить. То есть продумана система бесплатных билетов, пригласительных и так далее, и так далее. Но, безусловно, этот проект коммерческий, но с девяти вечера. До девяти вечера будет свободный проход в парк. Ну, на самом деле, просто эта охранная компания будила людей, которые спали, валялись в кустах, рядом вокруг которых были, понятно, всякие нечистоты. Они их вывели оттуда под аплодисменты, кстати, мам, которые гуляют там с детьми, с большой благодарностью от родителей. Скосили траву, вычистили все эти, всю эту грязь, шлаки, нечистоты, шприцы оттуда. И мы хотим, чтобы этот парк оставался именно в таком виде. И надеемся, что после того, что этот фестиваль будет несколько месяцев там проведен, имидж этого парка поменяется, туда будут сегодня приходить достойные люди. Более того, как вы знаете, в плане есть реорганизация зоопарка и вход мы тоже планируем со стороны парка Преображенского. Мы хотим, чтобы эта зона была достойна города Одессы. Будьте добры, правильно я понял, что на протяжении двух месяцев с девяти вечера вход в парк будет платным. Вход не в парк, а в одну пятую часть парка, на которой проходит фестиваль. Вход на фестиваль. Вход во все остальные зоны парка, совершенно бесплатный, как и был. На фестиваль. Конечно, зона, которая не ограничена, бесплатная. Я, 18-го числа мы будем проводить, я не являюсь организатором, 18-го числа будет брифинг. Приходите, пожалуйста, на брифинг в Одессит. Вы увидите там всю презентацию, вы сможете задать себе вопросы, получить о них ответ. Нет, организаторы хотели выбрать другой парк. Но мы предложили им парк Преображенский по тем причинам, по которым я сказала. Мы хотим изменить статус этого парка.